3 декабря на Дорогомиловском рынке города Москвы я встретился с моими подписчиками. Пришло очень много народу, человек 500. Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что пришли, спасибо, что нашли время. Почти что на всех должно хватить книг, почти что на всех должно хватить теплого, которого мы собрались сегодня вас угостить. И больше того, сегодня мы проведем маленький сокращенный мастер-класс по приготовлению моего любимого, я надеюсь, что и вашего любимого ферганского плова. Раз казан, два казан. Сегодня мы работаем с электроказанами и в этих электроказанах все готовится еще лучше, чем в казанах, которые на дровах. Сегодня мы празднуем юбилейную десятую мою книгу по выходу моей юбилейной десятой книги. И к выходу этой книги причастен каждый из вас. Каждый из вас, кто является моим подписчиком в социальных сетях, и каждый из вас, кто является телезрителем. Вот я хотел бы сейчас задать вопрос. Кто из вас пришел сегодня сюда, на этот рынок, потому что увидел объявление в телевизионной программе? Так, раз, два, три, сколько? 6 человек. Надо же. 6 человек телезрителей, ура! А кто из вас пришел, потому что увидел это объявление в социальных сетях? Все остальные, спасибо большое. Итак, почему же вы являетесь причастными к этой книге? Потому что эта книга составлена из ваших любимых рецептов. Откуда я это узнал? Откуда я это выяснил? Во-первых, мы выбрали те рецепты, которые собрали максимальное число просмотров в YouTube. Во-вторых, те рецепты, на которые вы поставили максимальное число лайков. Спасибо большое. И в-третьих, те рецепты, которые собрали максимальное число подписчиков. Дело в том, что я вижу, после какого рецепта подписался человек. То есть это самые лучшие 75 из 800 опубликованных на данный момент рецептов в YouTube. И эта книга не случайно называется «Сталик видеобук». Дело в том, что работая над этой книгой, у меня под рукой был шикарный материал, который, наверное, не имеет ни один другой автор. Это были ваши комментарии в YouTube и ваши вопросы. И я отвечал в текстах к этой книге, я отвечал на все эти вопросы. Это во-первых. А во-вторых, все тексты для этой книги написаны заново. То есть это не было такого, что я взял капипасты и так далее. Здесь для этой книги сделана огромная масса принципиально новых фотографий. Но фотографии я стал делать ровно такие. Какими вы должны увидеть эту еду? Вот вы будете готовить по этой книге, и еда у вас должна получаться так, ровно так, как выглядит на этих фотографиях. То есть если это мясо, то сразу должно быть видно, что это мясо, и как оно должно выглядеть. Что у нас там следующее? Если это гуляш, значит, гуляш, например, он должен выглядеть точно так, как на фотографиях. По 2,5 литра холодной воды надо взять. Вот там у нас в том углу стоит вода Тасай. Это наши спонсоры и рекламодатели. Благодаря им вы увидите мои ролики в последние месяцы. И можно там, кстати, подойти и попробовать. У них там есть и сладкие напитки, и просто вода. Или вы боитесь, что ваши места займут? А вы шапку положите вот так вот, напишите, занято. Ну, сходите, угоститесь. А я сейчас в зирвак налью по паре литров воды. Ух ты, когда зирвак кипит. Вот это да, вот это казан. 2,5 литра нальем. Я наливаю холодную воду. Поэтому сейчас мы доведем все до кипения и опустим рис. Сегодня для вас я готовлю пловы, как для самых дорогих гостей. Прям вот, ну, для самых-самых. Эти пловы приготовлены на курдике. И из очень хорошего растительного масла на очень хорошее баранине. Одним словом, ну, далеко не всем, далеко не всем сегодня достанется такой плов. Ни в Ташкенте, ни в Фергане, ни где-то там в Узбекистане. И вы видите, как обычно происходит съемка нашей программы. Съемка нашей программы примерно так и происходит, что я топаю ногами, ругаюсь на операторов, говорю им, что не так показываешь, не так снимаешь, поверни камеру вот так, вот давай вот так. Это вес нашлись или половина? Половина. Давай, бисмиллах. Этот рис, который мы сейчас закладываем, рис называется Чонгара, мой любимый сорт риса. Я думаю, что этот сорт риса, как и другие отличные сорта риса, можно купить прямо здесь, на этом рынке. Впрочем, как и другие продукты, которые используются для этого плова. Людей собралось много. Я думаю, что на всех явно их хватит. И еще я должен сказать, что очень-очень благодарен тому месту, в котором мы сегодня собрались. Это Дорогомиловский рынок. Здесь на Дорогомиловском рынке я покупаю все продукты, которые вы видите в нашей программе. Кажется, этот казан уже можно и закрыть. Этот казан спроектирован по моему техническому заданию в Германии. Я представил себе, каким должен быть электроказан. И его сделали специалисты по работе с металлом из Германии, электронщики из Швейцарии. Как и этот казан, как и вся моя остальная техника, с которой я работаю. Здесь вода еще немного должна выпариться. Подождем немного. Ух, рис красавец! Рис просто красавец! Закрываем мы и этот плов, и короткая пауза на перекус. Хватит, а то говорим про еду. Слушайте, во рту уж пересохнет. Плов-то готовился на баранином жире. И вот выжарки, и такой небольшой салат из выжира, кусочек хлеба. Давайте, подходите, берите, не стесняйтесь. К сожалению, не все прошло гладко. Микрофоны подвели, то и дело был слышен треск, временами звук совсем пропадал. Но я думаю, что наши технические огрехи искупились полностью. Угощением от всей души мы угощали самым лучшим, как самых дорогих гостей. Впрочем, почему как? Подписчики, читатели, старые добрые друзья, и есть самые дорогие гости. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. У меня к вам вопрос немножко провокационный. Какой плов лучше, азербайджанский или узбекский? Он думает, что... Значит, это Рафаэль, его зовут Рафаэль. Он меня спрашивает, какой плов лучше, азербайджанский или узбекский? Рафаэль, вот если бы вы были первыми, кто задал мне такой вопрос, это было бы интересно. Вы первый, но я не первый. Нет, вы не первый. Ко мне один человек из соседней с Азербайджаном республики подошел с точно таким же вопросом на другом мастер-классе. Он думал, что поставил передо мной какую-то неразрешимую вилку. Сейчас я скажу узбекские лучи и обижу азербайджанцев, скажу азербайджанские лучи и обижу узбеков. Если кто-то думает, что самое большое богатство это деньги, он ошибается. Самое большое богатство в мире это любовь. Сколько ты любви можешь удержать в своем сердце одновременно? Я по национальности азербайджанец, папа мой был по крайней мере азербайджанец. Но я родился в Узбекистане. И разумеется, я люблю своих азербайджанских родственников, родных мне людей. Я с теплотой отношусь к своему народу, но это нормальное явление. Здесь ничего удивительного нет. И я отношусь с огромной благодарностью к узбекскому народу и с любовью к узбекскому народу. Потому что я вырос среди этих людей и научился от них очень многому хорошему. И если, скажем, кто-то любит, например, только маму и больше никого, это бедный человек, можно сказать нищий. Если кто-то любит только один плов, то он достаточно богатый человек, потому что он плов любит. Но я люблю и узбекский, и азербайджанский. Поэтому я в два раза богаче тех, кто любит или узбекский, или азербайджанский. Первое блюдо, которое я приготовил, ну и яичницы. Папа поехал учиться в аспирантуру. Была маленькая сестренка. Мама, чтобы зарабатывать достаточно денег, чтобы и папе немножко послать туда вот в аспирантуру, и нас, чтобы двоих, значит, как-то прокормить. Мама работала в школе без смены. Вчера мне еще и тетради проверяла. И иногда я приходился из школы раньше, и она меня научила. Ну, я в первом или во втором классе учился и ищу, что там приготовить. Ну, на самом деле, потом я с удовольствием помогал маме, когда я, например, клянчил у нее, мама, мама приготовь Наполеон. Вот этот рецепт Наполеона, значит, там наших мам, в частности моей мамы, этот рецепт Наполеона, он здесь. И говорила, мама, мама, приготовь Наполеон. Она говорит, ну вот тогда бери этот, значит, вот венчик и взбивай. Там вот то, другое, третье там и так далее. А когда взобьешь крем, потом можно облизать этот венчик и кастрюлю. Это был такой очень хороший стимул научиться взбивать там и так далее. Ну, мальчикам проще. Екатерина зовут. Вопрос, наверное, немножко личный. Как здоровье? Вот Екатерина спрашивает, как мое здоровье. А что, внушаю опасения? Что падаю? На месте не стою? Дайте мне палочку. Говори вопрос. Хочу приготовить то блюдо, которое любите вы. Человек хочет приготовить то блюдо, которое люблю я. Это вопрос? Ну, значит, сначала идешь туда, там покупаешь чуть-чуть баранину, курдюк, килограмм баранины. 300 г курдюк возьми. Вообще возьми лучше 350. Или, знаешь, тебе и 400 г можно. И потом проходишь вот там, покупаешь морковку, вон там покупаешь лук. И вот здесь вот есть рис очень хороший. И покупаешь специи с зиру, и барабарис возить тебе больше ничего не надо. И идешь домой и готовишь плов. Хорошо. Рецепт вот в этой красивой черной книге. Кстати, ты книгу купил уже? Нет? А за пловом в очередь уже встал. Смотри на него. Здесь только наполовину шутку. Я сначала на самом деле беспокоился, а хватит ли плова всем. И поэтому еще с вечера наготовил 8 казанов зирвака. Потом утром начали, значит, опускать рис, готовый плов положили в эти термосы, привезли с собой, и 2 казана приготовил уже здесь, на месте. Но оказывается, хватило всем, и тем, кто купил книгу, и тем, кто не купил книгу. В конце концов, не купили сегодня, а купят в следующий раз после того, как попробуют, что такое настоящий очень вкусный плов. Да и книги мои не только о плове, и не только о других блюдах. Они о том, как я живу, как отношусь к другим хорошим, любознательным людям. Послушаем вопрос. Как готовить морковь, чтобы она не превращалась в кашу? Ну, во-первых, не переготавливать морковь, а во-вторых, не поступать с морковью так, как обычно поступают с картошкой, когда готовят пюре. Не мне ее аккуратно, бережно. Ребята, которые вчера пришли мне помогать, берут шумовку и вот так вставляют в зирвак. Так делать нельзя. Вы же ломаете морковку, она и так сломается. Вот с краю, между бортиком и этот. Прошел переворот. Прошел нежно, аккуратно. Если ты с девушками будешь так обращаться, им ты руки, ноги сломаешь, тебя в тюрьму посадят. С морковью тоже нужно нежно, аккуратно. Понятно, да? Как сделать кашу, чтобы она не превращалась в кашу? Как сделать кашу, чтобы она не превращалась в кашу? Может попробовать съесть хлеба с маслом вместо каши? Да? А еще, там есть, на самом деле, значит, папа, там есть книга про марокканскую кухню, где из кускуса готовят сладкий кускус. Это каша, которая вовсе не каша, которая остается, кускус остается рассыпчатым. Очень вкусно. Вот ответ, дай пять. Может, да ладно, давай левая руководит. Да ладно, давай. Если не секрет, приоткроете свои планы, как кулинара, как писателя, как ведущего программы. Что у вас в перспективе, что нам ожидать? Спрашивает, как вас зовут? Алексей. Алексей спрашивает о моих планах. Большое удовольствие, большой кайф мне приносит то, что я сейчас делаю. Да? Я пишу книги, я веду кулинарную программу, публикую эти рецепты еще и в социальных сетях. И меня, конечно, радует каждый раз, когда я узнаю, что кому-то мой труд принес, доставил удовольствие. Сделал жизнь кого-то лучше, кого-то сделал добрее, кого-то сделал чуточку умнее, кого-то сделал щитрее. Соседку пошли угостили. Мои планы продолжать дальше делать то же самое. С телевидением большой вопрос. С телевидением большой вопрос, потому что мою программу, несмотря на сложности сейчас с финансированием, утвердили и на следующий год. Но я сказал, что если эта программа будет идти, если вы хотите, чтобы эта программа и дальше выходила в 8 утра, когда все спят, в 8 утра в субботу все спят, то я не буду больше тратить свою жизнь на эту программу. Деньги мне нужны. Всем нужны деньги. Платят они щедро. Но программа «Кулинарная в 8 утра» – это идиотизм. И я больше в этом участвовать не хочу. Это вот я сейчас впервые об этом официально говорю перед публикой. Пока что я просто, значит, поговорил с продюсером, написал СМС руководству, что я в 8 утра, если поставить нормальное время, когда другие люди могут смотреть, я не могу работать в АТО. Я знаю, что 99 других людей сказали бы, да пофиг, они же платят. На эти деньги вот так можно жить. Платить операторам щедро. Все, вот ребята со мной работают. Доволен, Валера, работать со мной? Доволен работать со мной? Все получают нормально. Мы получаем эти деньги от телевидения, не от Ютуба. В Ютубе то, что вы сейчас смотрите, вы это смотрите абсолютно бесплатно. Понимаете, мы не получаем сейчас от Ютуба практически ничего. Наши деньги с телевидения. А откуда я возьму эти деньги теперь, чтобы продолжить работу? Не знаю. Бог знает. В этом я уверен абсолютно. Если просто работать, и чтобы это никто не увидел, я так не могу. Это все равно, чтобы говорить так, артист, ну-ка выйди там, спой там. Не важно, там в зале сидит три человека, сонных бабулек, и давай для них и спой. Что это такое? Может как уважающий себя артист, может выйти петь на сцену, если зал пустой? Нет. Я тоже артист. Да, еще есть люди хотят задать вопрос. Вопрос такой, вот у вас много сейчас книг посвящен разным народам, да, вот, марокканская кухня, чеченская кухня. Собираетесь ли вы еще какие-то книги писать именно о кавказских народах, да, есть у них там своя кулинария? Так же восточная кухня, ну, что вам больше блин? Ну, вопрос... Есть ли такая? Вопрос... Потому что, на самом деле, я сам ответил, мне очень интересно. Вопрос важный, и ответ на него есть, я понял, отвечаю. Некоторые мои книги почти что полностью посвящены тем или иным национальным кухням. Есть, например, книга о марокканской кухне, есть книга о чеченской кухне. Да, вот я... Вот это очень сложно было написать. Очень сложно было написать, потому что, когда мы приезжали в Чечью, нам все чеченцы говорили, а у нас нет никакой кухни, у нас есть тут полтора блюда. А мы написали большую, огромную книгу, самую большую, да еще столько же рецептов осталось про запас. И у чеченского народа не было до этого ни одной кулинарной книги. Если в марокканской кухне было сколько угодно. Про узбекскую кухню писали мои предшественники, Карим Махмудов, там другие люди и так далее. А вот чеченскую было писать очень сложно. Очень сложно, потому что не было ни одной. Не было от чего оттолкнуться. И мы отталкивались от самого дна. Мы просто ездили по всей Чечне, мы приезжали в далекие села какие-то, мы и в рестораны там. Доедать надо. И так мало. Доедать. Обязательно говоришь. А, тщательно пережевываешь. Правильно? 32 раза. И знаете, что самое главное я вынес из этой книги? Из этой книги о чеченской кухне. Когда я первый раз поехал в Чечню, меня там пригласили на кулинарный фестиваль. Звонок и вот приглашают. И у меня какая-то смутная тревога какая-то. Я думаю отказаться что ли. Обычно я вообще от других кулинарных фестивалей и каких-то событий в других городах я не еду никуда. Мне деньги предлагают, я не еду. Я не хочу. Подпишу потом обязательно. Обязательно хорошо подпишу. Я не хотел, я не еду даже когда мне платят деньги. А не поехать в Чечню, потому что я сначала испугался. Я правду скажу, я испугался. Вот у меня была тревога ехать в Чечню. Не поехать в Чечню мне стало стыдно. Но там же люди живут. Там же детей рожают. Там же люди тоже хотят праздника. И я поехал туда и у меня было представление о чеченском народе. Точно такое же, как у большинства из вас, которые получили это мнение из средств массовой информации 90-х, в начале двухтысячных и так далее. Кто-то что-то рассказывал, может быть. И это были какие-то, ну понятно, какие впечатления. Надо говорить, надо озвучивать. И вдруг я вижу совершенно других людей. Вот совершенно других людей, не тех, которых нам нарисовали тогда. Вот совершенно. И дальше мы ездили по Чечне от самых далеких аулов и в городе и так далее. Общались вот со всеми. Когда я объяснял этим людям, для чего я приехал. Я приехал и начал делать эту книгу уже потом, не с первого раза. Я приехал для того, чтобы изменить мнение о вашем народе. Чтобы люди, которые прочитали эту книгу, узнали о том, какие люди чеченцы на самом деле. И вот здесь все менялось вообще. Вот тут эти люди были готовы сделать для меня все. Вплоть до того, что мы снимаем в каком-то городке. До Грозного, до нашей гостиницы 25 километров. Приходит парень, сосед и говорит мне, «Сталик, жена постелила чистую постель. Вы очень устали сегодня. Идите у нас в кровати спите, а мы с женой к родственникам пойдем». Я говорю, «Зачем? У нас есть отель, отличный пятизвездочный отель, мы поедем туда». «Ну зачем вы будете ехать на машине туда-сюда, завтра вы же снова здесь будете снимать?» «Идите у меня дома спите». Небольшой дом. Такой, что ему для того, чтобы мы приночевали, придется уйти из дома. Пятерых детей забрать, жену забрать, детей уйти. Я увидел много совершенно искреннего добра и хорошего человеческого отношения. И когда я начал публиковать видео о чеченской кухне, мне поначалу писали комментарии довольно негативные. «Зачем ты их показываешь? Ты знаешь, что там было?» и так далее, и так далее. К пятой, может быть, серии о чеченской кухне люди говорили, «Какие люди? Как хорошо? Как интересно? Какие правильные вещи?» говорит этот старик. К десятой серии мне люди стали писать, что нам бы надо поехать и учиться жить у чеченцев. Вот что может сделать кулинария, вот что может сделать кулинарная книга. И теперь я могу совершенно открыто сказать, просто по-братски могу сказать. Когда я приехал в 2006 году сюда, в Москву, здесь довольно плохо относились к узбекам, таджикам и так далее. Ну, прямо скажем. Ну, правду, давайте откровенно. Было такое. Но отношение же изменилось сейчас к этим людям. Узнали какие-то люди, на самом деле доброжелательные, покладистые, в основной своей массе трудолюбивые. Конечно, бывают исключения, а где не бывает? Дрянь везде бывает, понимаете? Но в основном-то, вот, и что самое главное, вот какая у них кухня. Плов готов. Попробуй еще открой, это казан. Плов готов. Дорогие друзья, ну что еще? Давайте, значит, угощайтесь пловом. Сколько времени? Да хватит разговаривать. Сколько можно болтать? Полтретьего. Давайте я подпишу вам книги. А что вы встали? Нет, подождите, подождите, не спешите. Нет, мы сейчас все сделаем очень красиво. Ну что, поди пожалели о том, что не пришли, пропустили этот день. Ничего страшного, будут еще новые книги, будут встречи с читателями, с подписчиками, будут презентации, приходите обязательно. И вообще, я вам настоятельно рекомендую, слушайте мои советы. Если не успели сходить на Дорогомиловский рынок, попробовать плов и купить книгу с автографом, у вас еще есть шанс хотя бы на книгу, заходите на мой сайт сталик.ру и получите книгу еще до Нового года, обязательно.